Беспрецедентная кампания, сопоставимая с выборами на местном уровне. Явка более 70%, меньше, чем на главное событие, президентские выборы, но все равно очень высокая. 14 проектов, которые прошли отбор на муниципальном общественном совете. Другие территории Краснодарского края такого количества проектов не выставляли. То есть максимум 5 проектов. То есть 14 проектов, которые выставили, они с точки зрения организационных сложно. Во-первых, напечатать такое количество материалов, отобрать, проработать, проинформировать. То есть тоже эта работа колоссальная была. Опыт у нас есть, но в масштабах, конечно, он без прецедента. Он первый раз такой. И по организации, потому что реально изготовить визуально весь материал, напечатать порядка 110 тысяч опросных листов, которые оповестить население. В итоге победил проект реконструкции парка в станице Анапская. Организаторы согласны с тем, что из-за большого населения шансы изначально были выше. Однако голоса принимались с 14 лет, и активисты целенаправленно обходили старшие классы. Кроме того, в листе можно было отметить сразу несколько проектов. Даже все до одного. Скверстроитель, 12 микрорайон, Кручникова Наталья Михайловна. Что сделано? Я вам раскрываю секрет. Она обзвонила всех своих знакомых по всем селам и деревням. Обзвонила. Села на телефон и обзвонила, попросила проголосовать за скверстроитель. Кто мешал это сделать? Другим. Проект реконструкции скверостроитель занял второе место. На третьем закладка с нуля зоны отдыха в микрорайоне 3Б. Там в территориальном общественном самоуправлении не ограничились выданными плакатами, а разработали еще и собственные материалы. Они обошли каждый двор, каждую квартиру. Достучались практически до каждого человека. Это огромная работа, титанический труд. Заняли определенные места и они пошли. Почему? Да потому что там проявили активность. Значит, где-то что-то не доработали, где-то что-то не так сделали, поэтому набрали меньшее число голосов. Но рано или поздно, конечно, и туда дойдут эти проекты. Программа «Комфортная городская среда» рассчитана на 5 ближайших лет. В этом году общий объем финансирования из федерального, краевого и муниципального бюджетов порядка 70 миллионов рублей. Две трети направят на благоустройство дворов. Проекты уже отобраны. Еще треть, более 23 миллионов рублей, как раз на общественные территории. Теперь специалисты займутся разработкой проектно-сметной документации и прохождением государственной экспертизы. Первый этап планируют завершить уже до наступления холодов в этом году. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.